После полученной информации об ограблении, сотрудники полиции прибыли по указанному адресу. В доме, находящемся на краю деревни, проживают 85-летняя женщина и её 55-летний сын. Они редко выходят на улицу. Пожилая женщина не встаёт с кровати, а у её сына ампутирована нога. Жильцы рассказали полицейским, что некоторое время назад в их дом зашли двое в масках. Один из злоумышленников держал в руке пистолет, у другого была палка. Злоумышленник несколько раз выстрелил из пневматического оружия, в лежащего на кровати мужчину, попав ему в лицо и руку. Затем нападавшие похитили все имеющиеся у пенсионеров 50 тысяч рублей и скрылись в неизвестном направлении на поджидавшем их автомобиле. Потерпевшие пояснили, что голос одного из нападавших показался им знакомым. Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность подозреваемого. Им оказался житель села Ёршичи 1972 года рождения, состоящий в родственных связях с потерпевшими. В его доме сыщики обнаружили и изъяли две маски, а также пневматический пистолет. Мужчина признался, что незаконно проник в дом и совершил хищение денежных средств. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса разбой. Санкции статьи предусмотрят максимальное наказание в виде решения свободы на срок до 12 лет.